Вы слушаете радио Болткома. Утро на Болткоме. Всем еще раз доброго утра. Утро пятницы, продолжается утро на Болткоме. И мы очень много говорили о кино сегодня. Там и 65 лет Тому Хэнксу, Илья Хиджакова появилась на свет, и Кортни Лав, которая снималась в фильме, ну, все-таки снималась тоже в кино. Но продолжая тему кино, мы о том, как попасть в кино. Наверное, многие мечтают или сняться, или самим снять фильм, благодаря вот сейчас стало все-таки нашим технологиям. Буквально каждый человек с мобильным телефоном имеет такую счастливую возможность. И более того, есть целый проект, который помогает молодым ребятам попасть вот в этот мир киноискусства, кинобизнеса. И вот об этом проекте мы попросим поговорить. Его постоянного куратора, вдохновителя. Станислав Токалов, известный латвийский кинорежиссер, продюсер, автор латвийской версии Manhattan Short, организатор латвийского фестиваля в нашей студии. Доброе утро, Станислав. Мне кажется, я бы уточнил формулировку по поводу того, что попасть — это, конечно, каждого собственная задача, но как минимум познакомиться и опробовать себя в съемках, снять по итогу проекта короткометражный фильм. То есть мы каждое лето... В чем смысл проекта? Мы каждое лето собираемся, знакомимся со всеми возможными работами, потому что очень часто бытует представление о том, что кино — это режиссер и оператор, может быть, актер еще, и что больше никто это не делает. И вот они втроем делают все фильмы, которые мы смотрим, и Форум, и Синемас, и везде. На самом деле это неправда. Команда кино состоит от малого проекта, 25 человек до 200-300 фильмов, которые блокбастеры американские. И у каждого свое место, это работает как часы. И поэтому, чтобы шире познакомиться и понять, какие позиции что делают, нам приходят разные профессионалы, которые работают на тех позициях, рассказывают. Я рассказываю сценарии, параллельно мы пишем сценарии, каждый участник проекта. И потом выбираем один и снимаем его. Последние два года появилась прекрасная возможность, которая просто автоматически сама собой появляется из-за того, что мы стали лучше снимать этот короткометражный фильм в конце. Мы попадаем на разные юношеские фестивали по миру. И появляется возможность для участников потом так же ехать. Потому что фестиваль, если берет твой фильм, он потом предоставляет тебе возможность поехать. И вот разные участники ездят на разные фестивали. То есть это уже перерастает из какого-то национального проекта в более широкий интернациональный. Сколько, сразу вопрос, сколько человек будет, ну, возможно, участвовать? Ну, каждый год мы максимально берем 30 человек. Не стоит бояться того, что будет какой-то большой конкурс, потому что каждый, кто напишет нам на страницу, на e-mail-адрес tysonkino.gmail.com до 16 июля информацию, вы можете зайти на страницу Facebook, tysonkino, там написано, что вам надо прислать, но элементарно просто имя, фамилию, чуть-чуть просто о себе и почему. И потом мы созвонимся с вами и попробуем понять, хотите ли вы на самом деле это делать. Мы берем 25-30 человек, потому что это максимальное количество, чтобы потом можно было каждому уделить немножко время. Самое, конечно, главное, что надо сказать, это все абсолютно бесплатно. То есть когда 8 лет назад я начинал это делать, моя задача была номер один, чтобы все, что связано с обучением, то, что я делаю, оно бесплатно. И в данном году у нас поддерживает накладный Садбалстафонс, финансируемый Ретому банка, и за что им большое спасибо. Поэтому все участники абсолютно бесплатно участвуют в съемках. Также у нас есть возможность взять технику, мы вместе там пытаемся разобраться, что это такое кино. И я не верю, что, слушая лекции по то, как это делать, можно научиться делать кино. Поэтому вот за эти 8 лет все больше двигаемся в практическую сторону, где мы пытаемся сделать, сделать эти ошибки. Что-то у нас получается, что-то нет, но по итогу у нас есть фильм, который ты сделал сам. А какие позиции? То есть вот может быть несколько слов. Ну понятно, что есть режиссер, оператор, сценарист, актеры, художник-постановщик, гример, главный костюмер, продюсер, первый ассистент режиссера. На самом деле позиция, которая ведет съемочную площадку, не режиссер, нам кажется, что режиссер ведет, а руководство всеми вот этими людьми осуществляет первый ассистент режиссера, второй ассистент режиссера, третий ассистент режиссера, сейчас не будем вдаваться, бухгалтер, осветитель. стедикам-оператор, оператор любой, ну, то есть более сложной техники, когда мы ходим идти, оператор камеры, оператор-постановщик, оператор камеры, это разные вещи. Фокус-пуллер, это человек, который крутит фокус, вся его задача в течение всего проекта, это просто, чтобы был фокус. Кажется, очень элементарно, когда слушаешь, а по факту это тоже, где ты можешь потерять, ну, предположим, съемочный день, даже на латвийском, в латвийском фильме стоит, там, 30-50 тысяч евро в день. И вот, если, например, вы снимаете в таких сложных световых условиях, например, в сумерке или чуть-чуть уже ночь наступила, очень сложно поймать фокус. Я думаю, вы даже по своему телефону можете знать, что он иногда начинает, ну, суетиться, не может понять. И вот есть этот человек, но если он недостаточно профессионален, то вы начинаете терять время просто из-за того, что он не может поймать фокус. Актеры все сделали, все произошло, и вроде на человеке вы сэкономили, а потеряли намного больше денег, всю его зарплату за один день, зарплату, которую вы ему за весь проект платите. Ну, ладно, это уже такое ушел в деталь, мне просто кажется, это так интересно, что каждый из этих людей принципиальную позицию занимает. грипп, это люди, которые крепят все, что угодно, свет, камеру связаны, когда рельсы, когда на штативе камера стоит, все, они занимаются именно тем, на что крепится камера и иногда свет. Я из этого разговора понимаю значение терминов, которые мелькают в титрах, и у меня возникали во-вторых, грипп, что такое грипп? Да, всегда можно найти киносоздателей, которые все люди уходят из кино. Что делает бестбой? Бестбой, это помощник главного гриппа. Это просто название так вот сложилась, позиция, то есть у каждого департамента есть глава, то есть оператор-постановщик, у него, ну, это самые военные департаменты, три, камера, свет и грипп. То есть это как в армии, там правила, все очень четко, никто ни на минуту не опаздывает, все как часы работает. Наверху стоит оператор-постановщик, который разговаривает с оператором камеры, это большой проект, с главным гриппом и с главным осветителем. Гаффер называется. На русских проектах тоже очень много используют англоязычные, так сложилось просто, то есть все понимают, все на английском говорят. И вот он дает задание, он, например, приходит, слушает режиссера, с режиссером больше никто не разговаривает, только оператор-постановщик, он потом своим руководителям дает свет так, такая будет позиция камеры, снимать будем так оператору. И вот, и садится вместе с режиссером, смотрит в экран, на всех больших проектах. Мне направится, когда оператор-постановщик сам снимает. Я не верю в операторов-постановщиков, которые сидят со мной и смотрят в экран. Мне нравится, когда человек сам берет в руки и снимает, потому что, мне кажется, в любом случае есть разница между тем, когда ты сидишь со мной и когда ты сам держишь камеру и чувствуешь мгновение, когда тебе нужно повернуться в другую сторону. Ну, то есть, можно сказать, что этот проект, вот Тайсом Кино, он дает возможность не только, ну, вот, появиться режиссером, сценаристом, но эти ребята, которые получат это, ну, как какое-то представление профессии, они могут ведь, я понимаю, что постановщик света, он может работать не только в кино, но и с фотографией, там, и, ну, конечно, это все пригодится в жизни, то есть, это какие-то навыки, которые могут не только в кинопроектах. То, что я перечислил, еще потом внизу этих людей, еще под ними, еще структура, то есть, ну, вот так и получается, ну, там, 50 и больше человек в команде, потому что у каждого есть еще подчиненные, да и все, и как-то эта машина вместе работает довольно эффективно, мне кажется, ну, смотря на другие какие-то профессии, как происходит там, стройка, например, мне кажется, что кино очень на стройку похоже, просто есть мгновение, когда все останавливаются и замирают, и молчат, когда снимается кадр, а так это стройка, режиссер носит свои бумажки, скрипт-супервайзер позиция, который следит за тем, чтобы шарф, который был 4 дня назад в одной сцене, также появился, да, если скрипт-супервайзер сделал плохо свою работу, он получает копейки, то потом ты не можешь вообще ничего сделать. А потом на ютубчике появляется подборка киноляпов. Подборка киноляпов, да, а где шарф, да, ну, что случилось, очки, да, почему, где волосы так, а тут, потому что у знаменитых актеров идет много проектов, и там его подстригли, а тут нет, как приехал у меня, вот мы снимали Женю Ткачука, он снимался еще в сериале каком-то в Питере, и он тут ездил между моим проектом, потом приезжает, и такой, говорит, уже по телефону, говорит, Стас, я выхожу, ну, опобрили его волосы, то есть он понимает, все, не звонил, ничего не спросил, потому что знает, что там снимает последнюю сцену, он говорит, ну, давай сделаем парик, и вот за ночь, главный гример, сделаем парик, и вообще не видно, да, то есть, ну, прямо, хорошо, хочешь сделать, там, ну, то есть, вот вы придумали все, там, человек сломал руку, да, вот идет гример, простетик гример, иногда это один человек, иногда это другой, на базар покупает косточки куриные, гломает, берет кровь специальную, ну, как бы делает, и вот создает тебе, вот, на руке перелом, три часа работы, все готово, рука сломана, да, ну, то есть, много, мне кажется, кино, интересно смотреть с той позиции, что это не то, что, потому что весь мир сопротивляется, ты же пытаешься создать, не настоящее, что он как бы имитировать мир, но свой какой-то, как ты его видишь, и, конечно, реальный мир, он тебе сопротивляется, постоянно, да, ну, то есть, приходите на съемочную площадку, стены не то, тут угол не тот, фонарь не поставить, все, то есть, если воспринимать, что это проблема все время, тогда очень тяжело, тогда и нервно все это, а если воспринимать, что это вопросы, потому что их все равно будет каждый день, миллион, и каким-то образом вместе решать, мне кажется, что намного это время интереснее можно провести, потому что проблемы и вопросы будут всегда. Не знаю, у меня сразу вопрос, зачем вот вам это нужно, ну, вот этот проект Альсенкин, что он дает, и что вот потом с ребятами происходит, которые в нем участвуют? Ну, у нас есть, это история успеха, где ребята там на следующий год уже со своими фильмами выигрывали лучший дебют Кристопи, международные фестивали, то есть, с наградами ребята, многие едут учиться за границу, есть ребята, которые понимают, что это не для них, которые, мне кажется, принципиально важны тоже, то есть, вместо того, что они идут в университет или едут, например, в Англию, в университет на режиссера, потому что им кажется, что они понимают, что это за работа, и понимают только через год, через два, обучаясь уже там, можно прийти летом на курсы, мы чаще всего встречаемся на выходных, ну, недели на съемки, то есть, это не все, это не то, что вот там 17 июля, когда мы встретимся, и ты два месяца каждый день будешь делать, у нас такие блоки, теоретические, там, для написания, потом съемок, то есть, это там, в лучшем случае, семь дней вашего лета займет, да, объем знаний вы получите, я это делаю, я это начал делать, потому что я когда-то, когда начинал, абсолютно отсутствовала у меня эта информация, я жил в Пурсимсе детстве, и мне очень тяжело было понять, что есть какой-то киноцентр, есть какие-то школы, куда можно поехать, мы сидели на скамейке под дубами, и термин говорил, я хочу снимать кино, и все говорит, да Стас, успокойся, сиди спокойно, уже надоел с этим кино, рассказываешь, как там эти фильмы, лучше можно было сделать, вот, возьми, пивка выпей лучше, вот, и мне, ну, как бы, не хватало возможности информационной, и я, когда у меня появилась возможность, когда у меня появилась возможность получать финансирование и приглашать ребят, может быть, которые еще не поняли, куда вообще двигаться, с этим хотят разобраться, но немножко боятся идти в какой-то киноцентр национальный, в какой-то, или, ну, с кем-то разговаривать, какие вот прийти на один воркшоп в течение лета, просто понять для себя, может быть, это что-то для них, а может быть и нет. Так этот проект, он больше про будущую профессию или про то, чтобы хорошо, с пользой, интересно провести лет? Нет, этот проект конкретно про будущую профессию, да, потому что мы потом тоже стараемся, если, ну, хватает времени, помочь ребятам, если они хотят поступать куда-то, ну, посмотреть, что, как помочь им посоветовать, может быть, идти здесь, или ехать в Англию, в Россию, куда, ну, в зависимости от направления. Ну, я понимаю, что наверняка, ведь латвийскому кино требуются не только режиссеры, но вот, но и... Конечно, но это тебе самому нужно решение принять, ну, как бы найти внутри себя, чтобы понять, о, мне вот это очень нравится, и, ну, начать этим интересоваться. Сейчас вообще возможности самообучения абсолютно невероятные, ну, то есть, в интернете можно посмотреть все, просто надо понять, что смотреть, чтобы эффективно использовать это время, потому что, ну, много материала, да. У нас, в принципе, осталось буквально 5 минут, я не знаю, нужно, можем ли мы какие-то еще, вот, проекты, потому что я знаю, что Станислава очень много интересовывает. Значит, просто я еще раз скажу, чтобы у меня было ощущение, то, что вашу заявку нужно отправить на e-mail адрес taisamkino, как делаем кино, at gmail.com, мы обещаем, что всем обязательно ответим, участвовать в проекте можно с 12 до 19 лет, такая возрастная группа у нас, и не волнуйтесь, мы постараемся в тех, кто пришлет, каким-то образом задействовать, потому что даже когда у нас присылают больше 100 человек, мы все равно задействуем всех, в съемки на потом, ну, то есть мы найдем способ, чтобы вы могли познакомиться с этим. А у нас есть способ донести эту информацию не только в эфире, потому что мы обязательно на Mixed News LV потом разместим всю информацию со всеми e-mail адресами. И в фейсбуке, да? И в фейсбуке. Да, 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 ссылку тоже мы встроим, конечно же, не волнуйтесь. Мой художественный фильм, Олег, то, что вас, наверное, интересует вопрос, выходит в октябре, прокат, вот я сейчас еду в Румынию красить его, оператор моего фильма Вашческа, Олег Мутов, румынский оператор, довольно известный, очень интересный киноавтор с довольно серьезными успехами. Вот еду к нему в Румынию, посмотрим, как в Румынии никогда я не был, никогда не работал. Но в Румынии мне очень интересно, потому что, это, конечно, в моем понимании, мы все существуем в отголосках румынской новой волны, то есть ничего новее или другого такого цельного в Европе не появилось, ну то есть в Европе. Мы можем говорить о азиатском кино, которое, ну, выходит на первые роли в мировом кинематографе и пытается что-то принести. Но мне кажется, что отличие азиатского и румынского кино о том, что румынское кино очень нацелено на то, как визуально по-другому историю рассказать, отсутствие монтажа внутри сцен, отсутствие музыки, камера, ну, более расслабленно без какой-то сложной американской техники, расстановки, где она просто следует за людьми, там, с плеча, с руки, ну, даже с ассетиком, но просто следует за людьми, пытается увидеть, что с ними происходит. А азиатское кино больше суть меняет, то есть у них другая культура, они по-другому смотрят на жизнь, соответственно, меняется внутренность фильма, я не могу сказать, что они снимают как-то по-другому, то есть, ну, визуально, например, азиатский фильм, который, мне кажется, пока лучше, это далеко не паразит, ну, вот за последнее время произведен, это Burning, сожжение, по мураками, два года назад был, который странным образом не выиграл так много, но мне кажется, это гениальное кино, ну, то есть, и оно, именно то, как рассказана история, о чем она, этим абсолютно, тебя поражает, потому что ты понимаешь, что это вообще в другом конце мира создано, и совсем по-другому люди думают там. Ну что, у нас буквально еще две минутки есть, то есть, я понимаю, что в октябре... послушался, вы на меня не рассчитываете, в октябре... Я сейчас только записывал, что мне нужно посмотреть. Я надеюсь, что мы еще ближе к октябрю встретимся, потому что тогда уже будем говорить, может быть, уже как-то... нужно же будет приходить, и говорите, приходите, пожалуйста, на фильм, там все, да, будет хорошо. Латвийская, я понимаю, что сейчас немножко оживает латвийский прокат, все-таки начались какие-то подвижки, поэтому мы очень радуемся, надеемся, держим кулачь, сейчас будет взрыв латвийского кино, потому что все же сидели, ждали, чтобы выпустить, посмотрим, будет как примерно, когда было вот 100 лет, юбилей Латвии, фильмы один за другим просто выходили, сейчас, мне кажется, сложится такая же ситуация, будет конкуренция, на какие фильмы пойдут, какие нет, я, так как мое кино, мне кажется, фестивального характера, подхожу очень хладнокровно к этому, и если даже никто не придет, ничего страшного, но все-таки в глубине души надеюсь, что может кто-то все-таки посмотрит. Но взрыв невозможен без количества фильмов, то есть получается, по вашей логике, все эти полтора года народ не сидел на месте, а производили кино, снимали, 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 каким-то образом, очень странно, вообще не было никакого локдауна, нет, все снимали, я снимал прошлым летом, вот когда были ослаблены, понятно, что мы там делали эти тесты каждый день, ходили в масках, но все снимали, то есть снимали, но не выпускали, и так во всем мире, то есть кинопроцесс каким-то образом, так же, как, что мне кажется, стройка абсолютно не остановилась, то есть ковид никаким образом не повлиял, то есть все объекты строились, ну, интересное наблюдение, так же и кино, но поэтому еще больше я начинаю думать, что кино, это, конечно, стройка просто. Параллель со стройкой уже звучала, с армией и со стройкой. Ну и на стройке тоже говорят, пора заканчивать работу, шабаш, у нас как раз наступил тот самый момент. Спасибо большое, Санислав Токалов. Спасибо большое, что пригласили, да, я вот жду заявки ваши, уже в ближайшее время встретимся на Тайсом кино. Спасибо.